Добрый день, дорогие коллеги! У микрофона Павел Спиранский, руководитель отдела обучения ВИВА. Сегодня у нас на рассмотрении раздел «Совместная работа центробежных насосов». Вообще, на большинстве объектов и даже, так скажем, в большинстве систем насос устанавливается не один. Их устанавливается минимум два, а иногда три, четыре, пять и вплоть до бесконечности. Делается это по разным причинам. Мы эти причины и задачи, решаемые совместной работой, обсудим далее. Но вот сегодня нам предстоит рассмотреть два существующих способа установки насосов, совместной установки. Это параллельная, так называемая, схема и последовательная. Начнем с параллельной, как наиболее распространенной и обладающей рядом существенных нюансов, которые необходимо учитывать и при подборе оборудования, и при его эксплуатации. Итак, под параллельной работой понимают такую ситуацию, когда у нас вода поступает в насосную станцию или группе насосов по одному или нескольким трубопроводам. Далее есть общий коллектор и поток воды разделяется на два или более насосов. Насосы качают жидкость опять в сборный коллектор и дальше снова в общий трубопровод. То есть такие насосы установлены параллельно относительно, так скажем, хода движения жидкости. Для чего это делается? Ну, самый классический и практически неизбежный вариант, с учетом особенно новых СП, новых версий СП, это необходимость обеспечения резервирования. То есть насос у нас, если есть рабочий, то в большинстве случаев должен быть резервный, за там очень крайними редкими исключениями. Соответственно, резервный насос будет установлен параллельно. Следующий вариант, почему насосы ставят параллельно, это необходимость увеличения производительности станции, когда она столь велика, что одним насосом эту производительность обеспечить не удается. Ну, это, конечно, уже серьезные системы, например, теплоснабжения крупных городов, когда сетевые насосы на ТЭЦ, там на ГРЭЦ ставятся. Это системы орошения, когда целые речки приходится перекачивать и перенаправлять там в каналы и куда-то для полива, для орошения. Ну и какие-то такие подобные очень крупные системы. Хотя на самом деле на сегодня существуют насосы с производительностью, там, например, 50 тысяч метров кубических в час одной единицы. Поэтому для большинства объектов можно подобрать, в общем-то, и один насос, но не всегда это рационально. И все-таки даже при возможности все обеспечить одним насосом, идут на их разделение на несколько вариантов. Оптимизация потребляемой мощности. О чем здесь речь? Здесь речь как раз о том, о наших инженерных системах. В первую очередь водоснабжение, повышение давления. Когда система рассчитана на некие максимальные пиковые расходы воды, которые случаются не часто, а в основном насосной станции нужно подавать значительно меньшей жидкости, чем вот в эти максимальные худшие ситуации. И если у нас будет стоять один большой насос, рассчитанный на полную производительность, это значит, что в ночные часы, когда в здании один человек пошел попить водички и открыл кран, в подвале будет запущен в работу вот этот вот огромный насос, рассчитанный на всех жителей данного дома. И сам насос будет работать нерационально, и в системе возможны определенные проблемы, и те же скачки давления, то есть даже и частотный привод не всегда сможет отработать такую ситуацию. Поэтому для того, чтобы максимально оптимизировать работу насоса и режим водопотребления объекта, лучше разделить всю производительность на несколько частей. Ну и даже, скажем, в Челябинске, где я сам живу, наша государственная экспертиза, в принципе, не пропускает двухнасосные установки повышения давления, то есть с одним рабочим, одним резервным, и требует установку как минимум двух рабочих насосов. Ну, здесь, конечно, нужно подходить с умом и с пониманием, то есть если это очень маленький объект, то, возможно, там нет никакого смысла делить производительность на два, но большинство многоэтажных жилых общественных зданий, в них уже целесообразнее поставить хотя бы два рабочих насоса, чтобы они могли отрабатывать такие вот маленькие расходы максимально эффективно. Ну, это в том числе и экономия потребляемой электроэнергии, как вы понимаете. Очень важный момент снижения уровня шума. У нас наш региональный тренер Кирилл Копылов проводит прям отдельные вебинары, посвященные вопросам снижения шума и вибрации от насосного оборудования. Дело здесь в том, что уровень шума от насоса зависит от его мощности и зависит очень серьезно. Поэтому, когда вы переходите на насосы меньшей мощности, разделив производительность на два или три или более агрегатов, вы тем самым получаете насосы со значительно меньшим уровнем шума. То есть, например, разделив производительность на два, соответственно, пропорционально уменьшив мощность, вы можете по уровню шума выиграть там 10-15, может быть, 20 децибел. Это очень серьезная величина, которая может оказаться вообще критической для данного объекта. То есть будут жильцы там жаловаться потом на шум или не будут. При этом, когда мы имеем шум от двух одинаковых источников, то по всем законам физики этот шум, то есть уровень звукового давления, он не складывается арифметически. А там через десятичный логарифм идет надбавка. И если взять два одинаковых насоса, то включение второго добавит всего лишь примерно 3 децибела к уровню шума первого насоса. То есть разделив весь расход и всю мощность на два рабочих агрегата, мы снизили уровень звука от каждого из них, например, на минус 15 дебра, а включение второго даст всего лишь 3, то есть 18. Ой, ну, простите. То есть мы получим снижение на 12, да, прибавленное с того, чтобы вычислить. Таким образом, если вы хотите избежать проблем с шумами, то тоже очень хороший вариант делить мощность насосов на несколько единиц. Снижение массы и габаритов оборудования. Тоже очень важный момент. Я думаю, многие из вас видели размеры дверных проемов, ВТП, насосных станций, либо же, если у нас оборудование стоит вообще в крышной котельной, вот попробуйте туда затащить крупные насосы, ну и, конечно, не только насосы и те же котлы и все прочее. Поэтому в ряде случаев это вообще оказывается критическим моментом, когда мы не можем большой агрегат занести, установить просто вот по таким элементарным причинам. Поэтому в этом случае тоже удобнее работать с маленькими насосами. Возможные снижения стоимости самих насосов и автоматики. Это, конечно, происходит далеко не всегда, когда мы берем несколько насосов, поскольку у нас растет количество арматуры устанавливаемой и усложняется обвязка трубопроводами. Но зачастую, например, когда у вас установлен частотный преобразователь, скажем, один на группу насосов, и эти насосы имеют мощность 100 кВт, то стоимость будет, понятно, частотного привода одна. А если вы разделите на 3 по 30 кВт, то стоимость 30 кВт частотника окажется, конечно, существенно ниже. И, возможно, в комплексе вы в итоге придете даже в какой-то экономии. Но здесь нужно считать, рассчитывать различные варианты. Ну и повышение надежности системы. Когда у вас всего лишь два насоса рабочие резервные, и один из них сломан и находится в ремонте, да еще и со сроком поставки запчастей, там, несколько недель. И у вас на Новый год, на 31 декабря, остается в насосной станции всего лишь один насос, который сломается именно 31 декабря. Тут, наверное, это не самая приятная ситуация. И лучше бы, чтобы у вас было 5 или 6 насосов, и выход из строя одного из них – это всего лишь потеря 20% производительности, что, конечно же, не приведет к катастрофическим проблемам ни на каком объекте. Поэтому это тоже может быть аргументом в пользу параллельной установки насоса. Подводя итог, можно сказать, что практически везде у нас будут параллельно установлены насосы, и мы должны уметь определять их совместные характеристики и анализировать работу насоса как по отдельности, так и совместно. Ну, а на этом слайде я просто привел примеры готовых изделий, в которых вот эта вот параллельная установка насосов реализована уже, так скажем, на заводе, в их конструкции. Ну, что мы здесь видим? Канализационную установку для откачки бытовых стоков. Два насоса. Ну, здесь они установлены с целью, что у нас один рабочий агрегат, второй резервный. Хотя они могут в том числе включаться параллельно, если у нас возникли какие-то пиковые расходы. Принцип параллельной работы реализован в так называемых сдвоенных насосах, которые достаточно популярны, поскольку позволяют обеспечивать очень компактную установку и минимум арматуры запорной устанавливать. Здесь возможны два режима работы, когда включены одновременно оба насоса и работают параллельно, либо когда один из них находится в резерве, а второй находится в рабочем состоянии. Ну и, конечно, самые разнообразные многонасосные установки, повышение давления, пожаротушение, теплоснабжение, когда в параллель устанавливается от двух, ну или от одного, если одна насосная установка, до, как правило, стандарте шести насосных агрегатов. И, соответственно, их включение идет последовательно, ну, последовательно каскадно, да, они установлены параллельно, включается каскадно в зависимости от растущего водопотребления. Итак, построение совместной характеристики. То есть, если у нас есть два насоса, начнем с того, что они одинаковые, пример, да, они одинаковые. У нас есть характеристика этих насосов, естественно, характеристики их совпадут, раз они одинаковые, и встает задача построить характеристику двух насосов, работающих параллельно. Здесь очень простое правило. Мы должны складывать расходы этих насосов при одном и том же напоре. Как это происходит? Берем нулевое значение напора и, соответственно, максимальное значение расхода для данных насосов. Складываем, а поскольку насос одинаково, значит, удваиваем. Если будет три насоса, утраиваем. Не важно, сколько, четыре. Четыре раза увеличим. И получаем новую рабочую точку совместной характеристики. Берем какое-то следующее значение напора и для него опять производим сложение производительности и получаем следующую точку. И таким образом доходим до нулевых значений расхода. Здесь у нас точка совместной характеристики совпадет с точкой работы одного насоса на закрытую задвижку. Соединяя полученные точки тривой, получаем характеристику совместной работы. То есть, если у нас, скажем, в техническом задании указано 100 метров кубических в час производительности и напор, например, 10 метров, и мы хотим обеспечить эту рабочую точку двумя параллельно соединенными насосами, значит, нам нужно 100 кубов разделить на 2, это будет 50 кубометров в час, и подбирать насос, два насоса, параллельно работающих, каждый из которых подбирается на 50 кубов в час, но на общую величину напора 10 метров. И тогда, работая в системе совместно, мы получим вот эти вот 100 кубов при напоре 10 метров, и каждый из насосов будет качать ровно половину, ровно свои 50 метров кубических в час при напоре 10 метров. Поэтому и насосы выбираются вот на эту вот точку. 50 кубов, 10 метров. Их берется 2 штуки. 3 насоса, значит, делим 100 на 3, получаем 33 куба в час, и подбираем 3 насоса, каждый из которых на 33 куба и 10 метров на суммарный напор. Очень важный момент здесь, это ситуация, когда вы, подобрав насосы на полную производительность, несколько параллельно работающих насосов, затем по каким-то причинам запустите только один из них. В этом случае насос, работающий отдельно, никогда не будет обеспечивать половины расчетного расхода. И обратная задача, если у вас есть один насос, и вам не хватает производительности в рабочей точке, то приобретя или подключив второй такой же насос параллельно, вы никогда не получите удвоение расхода. Связано это с тем, что характеристика сети, которая определяет положение рабочей точки, является параболой, а соответственно, точки пересечения с характеристиками одного или нескольких параллельно работающих насосов не дадут вам пропорционального увеличения расхода. Ну давайте посмотрим, как это выглядит графически, и как нужно определять реальную рабочую точку одного насоса, работающего отдельно, двух параллельных, трех и так далее. Итак, характеристика одного насоса, двух параллельно работающих, построенных по только что рассмотренному правилу. Строим характеристику сети, насос, работающий отдельно, его рабочая точка будет соответствовать точке пересечения, характеристики одного насоса и системы. Вот этот расход Q1 и напор H1. Если вы подключите второй насос, то рабочая точка будет определяться точкой пересечения характеристики той же самой сети и характеристики двух параллельно работающих насосов. И как видите, эта точка сместилась по характеристике сети вправо-вверх. Это значит, что да, мы получили увеличение расхода, но не в два раза. И при этом мы получили увеличение напора. Причем как раз напор может в этой ситуации увеличиться в два и более раз. То есть на самом деле параллельно отключение насосов, хоть мы и всегда говорим, что оно делается для увеличения расхода в системе, но оно и приводит и к увеличению напора, то есть давления в этой же системе. При этом перейдя вот в эту точку 2, насосы продолжат каждый из них качать половину расхода от вот этого расхода в точке 2. То есть то, что насосы будут подавать одинаковое количество, это не изменится. Здесь именно речь о том, что насос включенный отдельно всегда дает больше, чем половина проектного расхода. Ну вот, соответственно, такие формулы. Это нужно помнить, учитывать. Иногда в литературе предлагают для оценки, сколько же будут давать два насоса, работающие параллельно относительно одного, или там, наоборот, когда вы отключите, один из двух параллельно работающих насосов предлагают вводить некий коэффициент параллельности на два насоса, на 1,11, на 3, на 4. Это некие такие усредненные цифры, которые могут совершенно не соответствовать действительности, потому что вот давайте посмотрим ситуацию, сейчас я немножко почищу, то, что уже тут разукрасил, с этими же двумя насосами, если у нас сеть будет пологая, с малым сопротивлением, то мы получим очень серьезный рост расхода, ну, почти в два разы, при небольшом росте напора, а вот если мы эти же насосы поставим в систему с крутой характеристикой, то мы можем получить прирост расхода минимальный, может быть, вы его даже вообще не заметите, на объекте он будет стремиться к нулю, но при этом получите достаточно большой прирост напора, поэтому вот введение таких коэффициентов или когда там говорят, ну, примерно включение второго насоса прибавит там 85% производительности, это все как говорится вилами на воде, где-то вы может быть попадете в более-менее реальные цифры, где-то серьезно и очень серьезно рассчитаетесь, поэтому единственный надежный способ понять сколько нам добавит второй насос это графическое построение, то есть тот же самый метод наложения характеристики. Насосы на объекте лучше ставить одинаковые, это прописано даже во многой нормативной документации и все изделия, которые я вам показывал, многонасосные установки, в них все насосы одинаковые, но однако может возникнуть такое непреодолимое желание или где-то столкнеться с таким объектом, где насосы стоят разными, то есть когда один насос имеет характеристику ниже, вот она показана, а второй более мощный насос соответственно имеет более высокую напорную характеристику. Здесь такие насосы тоже могут работать совместно, но только в определенном диапазоне производительности и напора. Давайте посмотрим с чем это связано. во-первых совместная характеристика разных насосов строится ровно по тому же правилу, что и одинаково. Например, при напоре, который здесь на картинке обозначен, мы берем расход первого насоса, прибавляем к нему производительность второго и получаем точку о их совместной характеристике. Таким образом, эта характеристика строится до того момента, когда мы подойдем к значениям напора, при котором маленький насос достиг своего напора на закрытую задвижку. То есть все, он уже больше давления создавать не в состоянии, значит он в систему при больших значениях напора жидкость подавать не может. А большой насос может. У него напорная характеристика продолжается и идет выше. Если мы посмотрим на картинку справа, то при такой схеме установки насосов работа за критической точкой, эта точка как раз называется критической, у нас получится, что более мощный насос, часть жидкости будет подавать в общий трубопровод, то есть систему, а часть жидкости будет прогонять в обратном направлении через работающий маленький насос, потому что маленький достиг своего предела по напору и не может в трубопровод, где большой насос создает большее давление, жидкость закачивает. Но вы правильно сейчас должны, если бы у нас булочные семена сказать, что такого не бывает, у нас всегда стоит обратный клапан после каждого насоса. И это так и должно быть, хотя я видел систему и без обратных клапанов, когда вызывали, просили помочь разобраться, почему ничего не работает. Такое тоже встречается. Когда у нас есть обратный клапан, то рост напора выше значения маленького насоса на закрытую задвижку приведет к тому, что обратный клапан у этого маленького насоса закроется и он будет работать в режиме на закрытую задвижку. А большой насос продолжит свою работу за критической точкой по своей напорной характеристике. Потому что у него она там есть, обратный клапан у маленького насоса и для большого получается, как будто теперь маленький насос вообще в системе отсутствует. А вот малышу придется не сладко, поскольку он пойдет в тот режим, в котором долго центробежный насос работать не может. Мы это с вами обсуждали на прошлой неделе, работая на закрытую задвижку или близко к ней, это и вибрации, и перегрев жидкости, и кавитация, и соответственно, если вы такую систему реализовали, то вы должны четко просчитать, чтобы у вас расход никогда не уходил за критическую точку, то есть вот в эту зону влевую, либо же вы предусматриваете такую автоматику, которая позволит отключать маленький насос, когда сопротивление системы большое, и мы уходим за критическую точку. Сделать это в принципе не так сложно, можете поставить на выходе от маленького насоса свой датчик давления, связать его с прибором управления и задать в контроллере условие, что при достижении определенного значения давления насос должен включаться. Но при этом обязательно надо учесть, если у вас давление еще и на входе колеблется, то есть если система подключена например к какой-то другой системе с колебаниями давления, то вам нужно отслеживать не давление на выходе, а нужно отслеживать перепад. То есть реальный напор насоса, и когда он достигнет напора маленького насоса на закрытую задвижку, он должен будет отключиться. Но основная рекомендация не надо насосы разные ставить параллельно и вам не придется вот эти все режимы продумывать, автоматикой заморачиваться. Хотя раньше, когда не было частотного регулирования, ну или оно было очень дорогим и сложно было достать собственно аппаратуру, например, на тех же канализационных насосных станциях были рекомендации по установке нескольких групп насосов разной производительности. И вот тогда прямо на КНС, может быть, люди даже это видели, висят схемы вот такие вот с совместной работой разных насосов и рекомендации операторам, конечно, не сам оператор это рисует, инженерал делали, что в часы такого-то притока сточных, вот там, например, минимального вы включаете один маленький насос, в часы среднего притока возможно включаете один большой и один маленький, ну а там в часы максимального притока например, все большие насосы, то есть вот это вот все просчитывалось с учетом сопротивления сети притока стоков и определялись возможные комбинации наиболее оптимальные работы разных насосов в параллельном режиме. теперь несколько примеров когда, как и почему нам нужно детально анализировать работу насосов как совместно работающих, так и включающихся по отдельности. Ну вот был у меня такой опыт лет 15-18 назад как говорится жизнь дала ума немножко реализовывали проект реконструкции центральных тепловых пунктов, то есть сетевые насосы подбирали в параллельном режиме, стояла задача унификации нескольких объектов, то есть насосы хотел заказчик одинаковый, поэтому в параллель попадалось там где-то маленькое ЦТП-2, где-то 3, где-то 5, там даже до 6-7 насосов в параллель. Ну естественно их подобрали как положено, разделив расчетную производительность там, я просто для примера 170 кубов, 23 метра, получилось 4 насоса ИЭЛ, которые в достаточно оптимальном режиме, работая совместно, эту рабочую точку обеспечили. Типовые пункты реконструировались для работы в полностью автоматическом режиме, это была основная задача, и естественно внедрялось частотное регулирование, причем для экономии частотник ставился один на громкий насос. Ну в итоге, когда ЦТП стали запускать, ни одно из них не вышло на расчетный режим, и хуже того, они все вышли в аварию, то есть все насосы, на всех ЦТП вышли в аварийный режим. Стали разбираться, ну и пришли к такому печальному заключению, смотрим на характеристику, вот у нас один насос, два, три, четыре, и характеристика сети, которая теплоснабжение идет из нуля, из начала координат, как мы это с вами позавчера выясняли. Что происходило на объекте? Запускался один насос на минимальных оборотах, на каких-то минимальных, и мы видим, что точки пересечения характеристики этого насоса и сети как таковой нет, то есть, ну она, конечно, есть, но она соответствует жесткому перегрузу насоса, ну при маленьких, очень маленьких оборотах, там серьезно снижается мощность, поэтому как бы насос пытался запуститься первый в автоматическом режиме, но постепенно увеличивая обороты, увеличивая мощность, насос так и оставался в перегруженном состоянии, и как видите, и на максимальных оборотах, то есть, даже если бы его запускали прямым пуском без частотника, у него все равно нету точки пересечения характеристики в рабочей зоне с характеристикой сети. Таким образом, первый насос, попытавшись выйти на свои 50 Гц, находясь в перегрузе потоком, естественно, там была автоматика, которая контролировала токи на номинальные режимы, насос уходил в перегруз и выводился автоматикой в аварию. После этого автоматика пыталась запустить следующий насос, там же резервный в том числе есть, следующий насос точно так же вываливался в перегруз, и в итоге на ЦТП все рабочие резервные насосы стояли в аварии по перегрузке электродвигателя. Ну, встал вопрос и что, как говорится, теперь делать, как бы начали уже это анализировать более детально и понятно, что вот в такой схеме один насос и даже два насоса, работающие параллельно, работать не могут. И только три насоса, ну и потом уже четыре расчетных, имеют точки пересечения с характеристикой сети и могут эксплуатироваться. При этом были бы частотники на каждом насосе, может быть, удалось бы одновременно разгонять все четыре насоса с минимальных оборотов, когда потребляемая мощность невелика и токи не превышали номинал, и постепенно разгоняя все четыре, выйти в расчетную рабочую точку. Но частотник был на объекте один, и, конечно, никто не собирался еще дозакупать десятки частотных преобразователей и менять вообще все приборы управления. Но выход был найден. Слава Богу, там была запорная арматура с электроприводами, которая тоже была соединена с прибором управления, и задачу решили просто настройкой программы, то есть программированием контроллера. Сделали следующим образом. Первый насос начинал также разгоняться от частотника, при этом сеть прикрывали задвижки на наклонном трубопроводе, даже, извините, сложно рисовать мышкой, прикрывали очень сильно с тем, чтобы у нас насос находился в рабочем диапазоне, и чтобы контролировать, как насос находится в рабочем или не в рабочем диапазоне, была в контроллер зашита вот эта уставка тока номинального, соответствующая вот этой вот точке, и это была определяющая величина, то есть задвижка на напорном трубопроводе не открывалась дальше, если ток насоса начинал превышать номинальное значение. И таким образом постепенно разгоняли частотником насос и постепенно открывали задвижку, но только до того предела, пока рабочая точка находилась на рабочей характеристике, то есть ток не превышал номинал, ну там забили, по-моему, 90% от номинала, чтобы не болтаться на самом краю характеристики. После этого подключался, то есть первый насос перекидывался на сеть, подключался второй насос, и он начинал опять разгоняться с минимальных оборотов, добавляя свою производительность, задвижка на полном трубопроводе начинала снова открываться, но опять таким образом, чтобы насос не попал в передвоз даже на 50 Гц. И вот так вот постепенно, параллельно открывая задвижку на полном трубопроводе, то есть снижая сопротивление сети, и разгоняя постепенно насосы, выходили уже на рабочие режимы, и дальше в зависимости там от сети, от потребностей уже частотник регулировал насос пиковый, поддерживая расчетный перепад на микрорайоне в подаче и обратке, и системы работают стабильно и нормально. Ну вот если бы не было таких вот возможностей контроллера, возможностей электрофицированных задвижек, ну тогда бы пришлось кому-то крепко заплатить за вот эти вот изначально сделанные ошибки. Поэтому либо сразу продумываем автоматику правильно, либо подбираем насосы таким образом, чтобы работая по отдельности, они тоже могли работать без перегрузки, то есть с крутыми характеристиками и с большим рабочим диапазоном. Но это сделать достаточно сложно. Зачастую выгоднее решать вопрос автоматики. Проблема, которая возникает на КМС тоже очень часто, поскольку средние и большие канализационные насосные станции тоже имеют больше одного работающего насоса. В основном два рабочих насоса берут. И при этом да, проектировщик вот, например, вариант выбора канализационного насоса подобрал на 200 кубов 20 метров в оптимальной зоне, тут с максимальным КПД два параллельно работающих насоса. И два насоса, работающие параллельно, каждый из которых будет давать тут получается свои 100 кубов, будут хорошо эксплуатироваться. Но логика автоматизации КНС, как правило, предполагает, что у нас есть, ну, понятно, минимальный уровень отключения насоса, дальше уровень включения первого насоса, уровень включения второго насоса. Соответственно, вот в тот момент, когда у нас насос запустился только один, он, как мы видим, опять попадает в перегруз и работать не может. Автоматика включает резервный, он тоже уходит в перегруз. Поэтому, что здесь, либо вы вынуждены включать два насоса одновременно, что тоже не очень хорошо и нагрузки на сель, да и вообще вся логика теряется, зачем мы разбили группу на два насоса, включаемый все одновременно. Либо вы при подборе, ну, в КНС частотники это редкость и зачастую глупость, хотя иногда они оправданы. Соответственно, вы должны выбирать кондиционный насос таким образом, чтобы характеристика отдельно работающего насоса обязательно пересекалась с характеристикой сети в рабочем диапазоне. И поэтому всегда проверяйте, всегда делайте графические построения и проверяйте вот эти рабочие точки. Ну, более того, мы с вами еще рассматривали позавчера, что в канализации вообще-то у нас и характеристика сети все время плавает из-за как раз колебаний уровня. И когда насос включается при максимальном уровне, сеть-то у нас идет еще и вот так вот ниже. И поэтому может быть при расчете подборе насосов на минимальный уровень или на средний, у вас появятся обе точки одного насоса пересечения и двух параллельно, а вот когда насос один запустится при максимальном уровне стоков или там при среднем или при уровне его включения, вполне возможно, что опять этой рабочей точки не будет. Поэтому строим и все возможные варианты сети при разных уровнях и естественно накладываем характеристики всех насосов и сверяем все вот эти вот возможные точки. Ситуация, где можно более-менее расслабиться, это подбор установок повышения давления. Здесь, ну, во-первых, тип насосов применяемых, это, правило, многоступенчатые насосы, у которых зачастую характеристики крутые и покрывают очень большой диапазон напора. Поэтому тут в данном случае и один насос может, а вот и два, и три. Ну, а самое главное, что в системах повышения давления сам принцип работы системы напоминает вот ту логику ЦТП, которую я вам только что описывал. Что не дает насосам вываливаться вот в такой перегруз. Как это происходит? То есть, как работает система? А, ну, давайте тут прямо на этом графике порисую. Ночь, водоразбора нет, сопротивление сети бесконечно, давление в системе соответствует расчетному, насосы не работают. Утром кто-то первый включает кран. Сопротивление сети становится чуть меньше. Да, то же, что мы имитировали в ЦТП путем при открытии задвижки, да, принудительного. Там это происходит водоснабжение естественным путем, кто-то открыл кран. насос включился на минимальных оборотов и отрабатывает, поддерживает вот этот вот напор, который задан в контроллере насоса, да, операторам задан. Если сеть, то есть подключаются еще потребители, сеть становится опять более пологой, рабочая точка как бы пошла вот сюда вот вниз, вправо, но частотник, увеличивая обороты, а сейчас, если мы берем водоснабжение, частотник обязательно должен быть, либо вам придется мембранные баки там, болы, ставить, ну и снова вернулись в рабочий диапазон, в рабочую точку. И таким образом, как бы у нас там не происходили чудеса в системе, у нас насос будет отрабатывать, частотник будет отрабатывать, поддерживая в том числе насос в рабочем диапазоне, ну а давление на объекте на заданной величине. При этом, конечно, тут тоже расслабляться нельзя. Смотрите опять у нас вебинар Кирилла Копылова, где он рассказывает о опыте, в том числе эксплуатации системы водоснабжения. Здесь масса других подводных камней, ну если говорить о проблемах с насосами, то зачастую проблемы связаны с колебанием давления на входе, потому что, вот, например, вот эти 85 метров, которые тут на примере заданы, они даны при геометрической высоте, ну или вообще статической составляющей, равной 60 метров. И, скорее всего, эти 60 метров посчитаны из условия того, что водоканал на входе гарантировал 10 метров минимально. А по факту он вам вечером, ночью, утром, а может и всегда, добьет, например, не 10, а 50. Это значит, что насосом для того, чтобы было в системе расчетное давление насосом УПД уже нужно добавлять не 85 метров, а нужно добавлять всего лишь на 40-45. То есть, вот эта вот линия, которую тут мы так красиво рисуем, она пересекает нам все характеристики, поддержание напора насоса, не давления в системе, а напора, пойдет значительно ниже. И вообще не факт, что частотный преобразователь, у которого тоже есть свой диапазон минимальный до максимальный, но не у частотника, контроллер и заданный диапазон, вообще сможет отрабатывать вот эти вот минимальные расходы. И таким образом зачастую насос всю свою несчастную жизнь и недолгую жизнь работает где-нибудь в крайней левой зоне на минимальных оборотах, там частотник пытается вот это вот все отработать. И очень быстро выходит из строя. И чтобы этого не происходило, по-моему, даже в СП сейчас уже эти рекомендации появились, приходится при больших колебаниях давления на входе ставить редуктор и вот это вот давление, которое там 5 бар, снижать редуктором до 10 для того, чтобы установка повышения давления работала в нормальном режиме. Иначе она сломается. Ну, это уже не касается параллельной работы, это я так, потому что сразу сказал, что при подборе УПД можно расслабиться, но расслабляться вы никогда нельзя. С параллельной работой на этом завершаем и небольшой разделчик, последовательная работа. Последовательная работа предполагает, что один насос, весь расход жидкости качает во всасывающий патрубок второго насоса, а второй насос уже дальше в систему. И делается это для увеличения давления в системе и для увеличения напора. В ситуации, когда в насосных станциях вот прямо стоит группа насосов и за ней последовательная вторая группа насосов, потому что, как вы понимаете, у нас должен быть как минимум еще резервный насос, а к нему значит еще и резервный последовательный насос, то есть это все очень усложнит схему в итоге. Таких ситуаций немного, потому что создать достаточный напор, достаточный для подавляющего большинства инженерных систем, можно при помощи так называемых многоступенчатых насосов, в которых последовательное соединение рабочих колес реализовано уже в самой конструкции. То есть, как мы видим, многоступенчатые насосы, это насосы повышения давления, у них несколько рабочих колес, в данном случае три, соответственно, три ступени, жидкость заходит в первое колесо, получает прирост энергии, через направляющий аппарат уходит на вход второго рабочего колеса и так далее, этих ступеней может быть несколько десятков. И есть насосы с напором 500 метров, 600, там 700, 800, и сложно представить какой-то объект, мы все-таки в основном работаем в строительстве, где такие напоры необходимы. Хотя, конечно, ситуации бывают разные, например, наши коллеги из южных регионов, Кавказские горы, курорты наши и так далее, с такими ситуациями сталкиваются, когда вам нужно в гору на несколько километров закачивать жидкость, или вам придется для водоснабжения какого-то населенного пункта наверху, или курорта какого-то наверху. И как это сделать? Либо вам придется по всей горе последовательно располагать несколько насосных станций, что иногда вообще технически невозможно, или вам придется на вертолете туда все завозить и потом обслуживающий персонал, либо вы ставите насосную станцию внизу под горой и ставите там последовательно несколько групп насосов, которые обеспечат вот такое высокое давление, чтобы воду поднять на вершину. Поэтому такое, конечно, может быть. В этом случае совместная характеристика строится тоже по очень простому правилу, но в отличие от параллельной работы мы должны уже складывать не производительность насосов, а складывать их напоры при одинаковой производительности. То есть берем первую точку нулевой расход, если насосы одинаковые, удваиваем напор, получаем совместную точку их работы. Берем следующую точку, удваиваем, получаем и так далее, получаем совместную характеристику двух последовательно работающих насосов. И здесь тот же самый нюанс, который мы с вами вот уже очень подробно обсудили. Когда вы имеете один работающий насос и включите такой же последовательно, это никогда не приведет к удвоению напора. И это никогда не обеспечит сохранение расхода на том же уровне, который был. То есть как и при параллельной работе, так же и при последовательной включении в систему второго насоса приводит к росту и производительности, и напора. Причем напор у вас никогда не удвоится, потому что удвоится он бы мог, если бы у нас характеристика сети была какой-то такой вертикальной линии. Тогда да, вы бы включив второй насос получили бы удвоение напора. Но у нас сеть парабола, а значит вы удвоение никогда не получите. И здесь опять только обратная рекомендация. Если вы сеть возьмете пологую, то при последовательном режиме вы получите очень небольшое увеличение напора. а кстати расход может в процентах у вас даже больше вырасти чем напор. А вот если сеть крутая, то рост напора будет достаточно существенным и стремится чем круче сеть, больше она стремится к вертикальной линии, то в этом случае у нас увеличение напора стремится к удвоению. Последний слайд касающийся работы опять разных насосов последовательных. Здесь ситуация еще хуже, чем при параллельной работе, потому что если при параллельной работе маленький насос за критической точкой будет просто закрыт обратным клапаном и вы можете предусмотреть автоматика его отключения, то вырвать маленький насос из системы последовательных соединенных насосов не так просто, ну и просто технически невозможно. А что может случиться? Давайте представим, что у нас второй насос маленький, а первый большой. В определенном диапазоне у них будет совместная характеристика, которая строится опять по тому же самому правилу. Берем расход Q, для этого расхода берем напор первого насоса маленького, второго большого, складываем, получаем рабочую точку. Все хорошо работает. Продолжаем эти сложения при разных расходах и доходим до критической точки, когда маленький насос достиг своей максимальной производительности. а большой насос еще не достиг и он может качать больше и он качает больше, а маленький насос у него напор уже нулевой, он ничего в систему не добавляет и большой насос начинает через маленький прогонять расход жидкости больше, чем этот маленький насос в нормальном режиме может в принципе пропускать через себя и маленький насос становится для большого просто гидравлическим сопротивлением ну условно прикрытой задвижкой на напорной линии хуже ситуация если этот маленький насос на входе вот здесь вот тогда этот маленький насос став этим гидравлическим сопротивлением ухудшает коллекционные условия для работы большого насоса уберем его отсюда вообще но в любом случае вот этот маленький насос вы его от системы отключить не сможете потому что через него вода должна пройти он соединен последовательно и этот насос будет работать за критической точкой и даже близко к критической точке вот в этой правой зоне то есть в области перегруза поэтому для него приближение сети сопротивление сети снижается критической точке будет означать выход постепенный в перегрузку и если вы его не отключите от системы то он в итоге тоже сгорит ну на крайний случай все-таки как защиту чтобы он не сгорел предлагают также настраивать для него ну там например по датчику перепада опять давления можно на пол считать что он на насосе приближается к нулевому но хотя тут сложно потому что он став сопротивлением там будут отрицательные величины но каким-то каким-то образом пытайтесь защитить а лучше не ставьте последовательно разные насосы это самая наверное надежная рекомендация для такой системы ну либо исключайте вообще возможность работы системы за критической точкой на этом все что я вам хотел сегодня рассказать подводя кратенькие итоги мы выяснили что для увеличения производительности и для решения кучи других задач оптимизации мощности снижения шума и так далее насосы ставят параллельно в том числе для резервирования для роста напора увеличения давления насосы приходится ставить последовательно но лучше при этом применить просто многоступенчатый насос правила построения совместных характеристик очень просты при параллельной работе мы складываем расходы при последовательном напоре но всегда обязательно проверяем возможность отдельной работы насоса когда он запустится один или два из трех и будет ли иметься рабочая точка в рабочем диапазоне этих вот насосов либо как-то играем автоматикой ставим защиты и продумываем как эксплуатировать объект спасибо за участие надеюсь было интересно до свидания спасибо за субтитры Продолжение следует...